Ом Ти Ви Ю Ей Пром найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обовязково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Создается впечатление, что все последние события – это все в рамках одного очень хорошо продуманного плана. Правда, также есть сильное подозрение, что весь этот отличный план продумывал никто иной, как Лебовский. В общем, отличный план. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Продолжают упорно раскручивать историю о том, что война, она прям почти уже, по мнению некоторых особо твердых экспертов, почти неизбежна. И здесь, знаете, несмотря на то, что все факторы, все основания, все условия, вообще все говорит о том, что этого просто быть не может. В общем-то, никак быть не должно. Однако, действительно, уже есть ненулевая возможность того, что, блин, действительно могут начаться серьезные полномасштабные боевые действия. Такое ощущение, что, вопреки всему, прям поперек здравого смысла, вообще невзирая ни на что, просто из какой-то, из какого-то каприза над историей. И, очевидно, отдавая отчет себе в том, что это действительно вероятность не нулевая, она почти нулевая, но все же не нулевая, Запад стремительно начал оказывать Украине военную, материальную, да и, в общем-то, любую организационную помощь. Десятки бортов с военными грузами, военные специалисты и последняя новость, что и экономически будет дан очень хороший транш для поддержания экономики. Так, кроме прямой помощи и поставок вооружения, Нью-Йорк Таймс сообщает о том, что США планируют направить флот в Черное море, а в Европе усилить контингент из наземных войск и авиации. Это прям геополитический успех за геополитическим успехом. Нет, конечно, даже в этой ситуации всегда оставляется какая-то возможность все отыграть назад, но наших это, похоже, совершенно не интересует. Уже все, что надо, уже закусили, шлия уже попала тоже куда положено и, как говорится, только вперед. Вот только куда вперед? До какого предела? Мало того, лидеры тех стран, которые уж точно никаким образом не могут считаться демократическими, и даже те начали делать отчаянные попытки, чтобы, блин, не началось. Хотя в этом, конечно же, не только забота о мировой безопасности, здесь и свои прямые корыстные интересы. Так, лидер Турции Эрдоган заявил, что готов приложить усилия и даже предоставить площадку для встречи президентов России и Украины. У него типичная ситуация, когда своих проблем, в том числе в экономике, просто хоть отбавляй, надо что делать? Не решать эти проблемы, надо решать геополитические вопросы. И тогда, по крайней мере, внимание людей на это будет отвлечено. Совсем недавно были новости, что в Турции, даже в крупных городах, наблюдаются проблемы, в том числе и с хлебом. За ними выстраиваются большие очереди. Поэтому срочно надо заняться геополитикой. И дело не в том, что есть какое-то предвзятое отношение к президенту Турции. Мне вообще не нравятся диктаторы и узурпаторы власть. А уж те из них, кто начинают из себя корчить геополитических стратегов и решателей судеб мира, те вообще не нравятся, прям вдвойне. Также по сообщениям Блумберга, лидер Китая Си Цзиньпин обратился к Путину с просьбой не начинать никаких боевых действий. Но здесь тоже все не просто так. У него накануне Олимпиада, ему совсем не нужны какие-нибудь информационные поводы, которые бы в сто раз перекрыли бы любую Олимпиаду. Захарова, естественно, прокомментировала, что это все чуть ли не информационная провокация. Что именно провокация? Что Блумберг об этом узнал? Или что подобная просьба могла прозвучать? В этой ситуации почти наверняка такая просьба была. И, кстати, почти наверняка она будет исполнена. Потому что от таких просьб от них как бы не отказываются. Так сказать, просьба, от которой невозможно отказаться. Но во всей этой ситуации, которая пока на данный момент больше напоминает именно информационную атаку, используются также и не то чтобы полезных идиотов, а, скажем так, совсем не бесплатных идиотов, которые пишут прям совершенно не заангажированные статьи. Очень понравилось, как в Нью-Йорк Таймс совершенно независимый политобозреватель Рос Даут написал, что если США хотят выйти из этой очень сложной ситуации, им надо прямо заявить, что в ближайшие 25 лет Украина не будет принята в НАТО. Но на самом деле совершенно независимый политолог Даут просто не понимает, что есть более простой вариант. Просто сказать нет, что и было сделано, причем не Украине, а сказать нет на все эти геополитические опасения, да и вообще все хотелки лавровых там, вождя и компаний. Ну, сказать нет, это, как говорится, полдела. А второе полное дело оказать всестороннюю помощь. И заодно просто обрубить саму возможность продолжать шантажировать. И вот именно это то, что переводит из разряда совершенно невозможной войну в разряд возможно. Возможно. Но это просто абсурд. Потому что, ну вообще, сколько это могло продолжаться? Сколько мог длиться этот шантаж? Когда-то этому должен быть положен предел. И он был положен, причем максимально жестко и максимально бескомпромиссно. Вот только что делать дальше? Чего добивались все это время? Добились того, что находятся в абсолютной изоляции, в абсолютном тупике, забиты совершенно в угол. Дальше-то что? Многие страны открыто или почти открыто начинают готовить эвакуацию собственных граждан из Украины. Это, блин, тоже говорит о том, что возможность не нулевая. Вероятность все-таки не равняется нулю. Англия, США, вот МИД Японии заявил о том, что граждане тоже должны покинуть Украину. Песков тоже заявляет, правда он делает вид, что Россия здесь как всегда абсолютно ни при чем. Что это во всем виновата как всегда Украина. Заявляет, что высокая вероятность того, что Украина может напасть на Донбасс. Получается, по мнению Пескова, что Украина готовится напасть сама на себя. Ну что ж, как говорится, в нашей дипломатии подобное странное поведение встречается далеко не первый раз. У нас, как где-то замешана Россия, внезапно получается, что страны-то оказывается сами на себя нападали. Хотя Пескова в последнее время слушать вообще не имеет никакого смысла. Он вообще заявил, что слова Кадырова о том, что Каляпин и Милашина, это вообще то ли террористы, то ли пособники террористов. Он заявил, что это просто личное мнение. Более странного и абсолютно безвольного комментария от Пескова еще никогда не было. Это какая-то нишаточка подобных комментариев. Так мало того, экономика и так была на грани, и после очень крутых заявлений с Министерства иностранных дел начались очень печальные события. Так нет же, продолжаем упорствовать. Ну и, соответственно, экономика продолжает валиться. За последнее время индекс РТС упал ниже 1300, Мосбиржа упала ниже 3200, доллар поднялся местами выше 79 рублей, евро 89. Вообще, подобная волатильность рубля это максимум с осени прошлого года, но я верю, что нет пределу совершенства. В конце концов, в памяти еще свежие времена, когда доллар сумел вдвое изменить свою стоимость к рублю. Когда было 30 с небольшим, а потом вдруг 60, сейчас и 60 кажутся какой-то очень приемлемой цифрой. Причем, заметьте, нефть тогда тоже была примерно на этих же значениях. Баррель нефти стоил 90, а доллар стоил 30 с небольшим рублей, а сейчас нефть по 90, а доллар уже стоит 79, да уверен, что и 80, это будет не предел. Так прям нагнетали, обостряли ситуацию вокруг Украины, что, собственно, экономика отвалилась. Забавно, что на фоне этого Вашингтон пост пишет о том, что Байдену поступают предложения отправить российскую экономику в каменный век. Как говорится, Вы хотите показать нашей экономике, что такое каменный век? Мы Вам ничего не позволим показывать! Замолчите! Мы Вам сами все покажем! Да нам не нужна никакая в этом Ваша помощь. Мы здесь сами с этой задачей справляемся просто на пять с плюсом. Не понимаем вообще, что за чем следует, какие здесь присутствуют последствия от тех или иных действий или заявлений. Оно, как говорит сам, хорошо, когда и так все на дне. А когда хоть что-то было, это что-то будет точно поломано. На фоне всего этого просто максимально диким кринжем смотрится выступление думского клоуна, товарища Жек, который рассказывает о том, что вообще в этой ситуации чего это Вы переживаете? Не надо совершенно переживать. Очевидно, даже у совершенно провластной комсомольской правды у журналистов возник вопрос, а чего это, блин, ради чего все это детей отправлять на войну? Какого хрена вообще? Ответ его просто поразительный. Никакого значения не имеет, чьи дети пойдут на войну. Да, конечно, вообще никакого значения не имеет, совершенно. Вот, например, у Жириновского есть такой, почему-то по фамилии Лебедев, сынок, он, например, как? А вот сами дети самого Лебедева как? У Соловьева, у Матвиенко, у всех этих разжигателей войны. Я не говорю, что там надо, чтобы они шли. Вообще нахрен не надо, вообще никому это не надо. Но, блин, у разжигателей войны, у них, как говорится, должно быть право первым пойти отстаивать свои дебильные какие-то... Это даже не интересы, это просто дебильные фантазии шизофреников. Достаточно будет добровольцы. Объявите такой негласный призыв и соберете миллион, а то и два. Все, кто воевал в Афганистане, в горячих точках, они с удовольствием возьмут в свои руки современное оружие, сядут за артиллерийские установки, танки, ракеты и так далее. Главное, что с удовольствием миллион, два, да десять, наверное, двадцать миллионов с легкостью можно набрать. Прям тех, кто с удовольствием пойдут. Я могу гарантировать, что ваши дети никуда не пойдут. Успокойте свою жену, себя и ваших детей. Жириновский, который может что-то гарантировать. Пожалуй, из всего спектра возможностей он может гарантировать, что пока он, в принципе, еще в силах, он будет городить абсолютно дебильную хрень. Вот это можно гарантировать твердо. По поводу же всего остального, это вряд ли. И вот то, что мы наплодили, наделали всяких бомб, ракеты и прочее, они на чьи голову падут? На голову тех же самых украинских детей, матерей? Вы будете говорить, что они не погибнут? Вы будете говорить, что война происходит только между военными? Конечно, разрушения будут, но не на нашей территории. Все разрушения будут на территории противника. Да, успокоил, как говорится, то, что там женщины, дети, вообще абсолютно мирные люди. Это, как говорится, лишь бы только не на нашей территории. Вот только жизнь, она устроена таким образом, что никогда не бывает только в одну сторону. И когда вот подобным путем размышляют люди, а тем более, когда потом подобным же образом действуют, всегда это, всегда возвращается бумерангом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова